У меня Джемисон, 15-летней выдержки стаканчик. А у меня 200-летнее вино. Всем привет! С вами, как всегда, Лиховаль из Египта. И я напоминаю, что мы находимся в отеле Ля Роша. Четыре египетские звезды за 40 долларов. На двоих все включено. Если прошлый наш отель Синбад был 4++, плюс я говорил, то Ля Роса, скорее всего, 4-минус-минус. Потому что, я не знаю, как градация идет, и как четверки эти оцениваются. Но Ля Роса по-своему хороша. По-своему хороша она в три раза дешевле, напомню, чем Синбад. Стоимость нам обошлась в 40 долларов. На все включено на одни сутки. Поэтому мы не придираемся. Да, и в этом видео вы сегодня увидите море, потому что всегда просите показать побольше моря. Мы, кстати, сейчас плаваем просто в человейнике. Знаете, есть такое выражение «человейник». Пляж здесь маленький, но в тесноте, но не в обиде. И мы уже замерили температуру моря. И это 31,5 градус. Оно довольно теплое, но и еще освежает. Помимо моря вы сегодня увидите ужин. Ужин в отеле Ля Роса. Бюджет на отеле. Да, посмотрим. Завтра Кваля снимала, в принципе, норм для ультрабюджетки. Обед. Мы ходили вместе на обед. Тоже, в принципе, неплохо, я хочу сказать. Даже, можно сказать, я не ожидал, что так будет. Я надеюсь, ужин нас тоже не разочарует. И также посмотрим, чем занимаются люди в отеле Ля Роса по вечерам. Здесь должна быть какая-то анимация. Я думаю, она будет аматорская, именно на уровне аниматоров. Аниматоров я видел вроде бы два. Парень-девушка, да? Да, ну я видела три, как минимум. Ну три, это уже команда, это уже бригада. Сразу хочу сказать, что здесь вряд ли будет убойная какая-то анимация, потому что вот на данный момент отель, он больше такой, как вам сказать, спокойный. Здесь в основном люди, будем так говорить, такого старшего возраста, так? Да. Ну основная база. Не молодежный отель, скажем сразу. Да. Ну, может быть, он бывает и молодежный, но на данный момент он вообще ни капельки не молодежный. Людей до 30 лет, вы видели буквально, ну на одной руке, наверное, можно пересчитать, да? Зато с детками в этом отеле вам будет очень комфортно купаться в море. Кто не видел предыдущее видео про пляж и море, посмотрите, тут вход абсолютно пологий и очень классный, песчаный. А сейчас мы вам покажем обзор, как здесь все выглядит, как плотно люди купаются на пляже отеля Ля Роса. А я, как всегда, пожалуюсь все-таки на отель, бюджетный отель из-за громкой музыки на пляже, где я хочу, допустим, почитать книжку или вы, или просто послушать море. Я полностью салаз. Была обнаружена бригада из мелких котят. Аж кишит. У Вали есть заготовочка. И котята будут довольны. Хотя они только что мамку ели, грубо говоря, да, Валь? Да, класс. Я довольна, что я курочку не выклала, а не выложила. Ладно, не будем мешать им. Пошли. У Валечки есть информация по поводу айскрима, мороженого. Мороженое выдают в отеле возле аквапарка с трех до четырех, но написано в концепции только детям. Поэтому попробуем эксперимент. Дадут ли мне мороженое? Ну, я все равно не понимаю. Я не могу прийти без ребенка и взять ему мороженое. Ну, давай, экспериментируй. Итак, добытчица Валя идет. Без добычи. Сказали. Five minutes, мадам. А египетские пять минут, ребята, это может растянуться на полчаса, на час. А, возможно, мороженое не будет вообще, взагали, от слова совсем. То есть эксперимент сорвался. Минут через десять вернусь, просто, да, чтобы понимать, есть мороженое. Я даже не видела это в автомат, который раздает мороженое. Ну, а что делать? Четверочка. А мы пошли купаться. Продолжение следует... У нас дело идет к вечеру. Отдыхающие уже сдали полотенца. Да, отдыхающие. Сейчас прогуляемся с вами немного по пляжу. Наконец-то убрали эту музыку. Закончилась анимация. Хочу посмотреть. Все-таки собака здесь есть. О, собака есть, гавкает. Собака! Собака на месте. О, какие-то военные ходят. Яхты поприплывали. Днем их не было. Днем их не было. Днем их не было. Днем их не было. у нас вот再고. Рад. сейчас прогуляемся на ту сторону пляжа там где кафе мы говорили вам под вечер купающийся уже гораздо меньше конечно мне кажется что здесь хургаде весь песок насыпной потому что как вы видите такие ну песчаник наверное он называется как камни и местами насыпан песок не знаю интересно завтра подфартит нам с лежаками или нет потому что они нам подписчики сказали постоянно забиты там музыка закончилась здесь вовсю корет я в шоке короче от музыки в египте никуда не денешься в принципе вот мы уже практически пришли до самого конца ну вот за этими домиками уже сигал отель сигал купающиеся головы торчат как буйки в воде ну это вот это кафе то что мы говорили с валей вы можете не быть гостем ляросы а просто на ресепшен охране сказать что вы идете в это кафе вас пропустят вы проходите через всю ляросу приходите сюда вот тут заказывайте я думаю здесь вряд ли она блещет там какой-то высокой кухней но я вижу бар есть бухло явно есть какие-то пиццы т.д. и т.п. не знаю меню я не вижу просить меню я не хочу судя потому что она пустое это кафе значит ценники здесь наверно я так думаю не самые лучшие кстати постоянно ответе справа сидит охранник я не знаю что охраняет он здесь кому он здесь разнимает но постоянно целый день сидит охранник именно не спасателями на охранник и что-то смотрит ладно заканчиваем на пляже идем переодеваться в номер и пошли на ужин был замечен турист без браслета а деваш браслетик а вот так вот он выглядит я что-то не вижу там охранник сидит сейчас спросит браслетик да кот пришел время ужина мы специально вышли на улицу показать наш номер валечка какой наш номер какой-то из них по-моему да и либо вот этот либо вот этот и с прекрасным видом вот туда ну что на ужин вечерняя обстановочка отель для роса это ресепшн тут должны быть велкам дринки там зона лобби а сверху столовая отеля для роса а справа кто не видел и не знает а мы туда поем завтра поднимаемся вальс такая вот помпезная лестница как мы уже говорили если вы не хотите идти пешком по лестнице вам тяжело или просто облом не хотите тратить калорий там есть лифту там буквально в конце вот вам вид сверху зона лобби а мы идем снимать ужин что могу сказать проблемка проблемка найти места хотя уже уже идет полтора часа как вы видите стопроцентная посадочка ладно сейчас попробуем поискать что-то может освободиться как сказал олег ресторан трещит но в принципе свободные места есть и мы даже себе нашли столик хлебушек хлеб station булки лепешки багеты на входе встречают давайте наверное сначала вам покажу горяченькая а потом уже сладкий стол и фрукты как видим вар выстроилась очередь поэтому если надо что-то взять из напитков именно спиртных там или полы то конечно постоять придется а воду и юпи можно взять без очереди посуды очень много и она пластиковая нам это очень нравится нету никаких сосков осколов осколов повара смотрите все в перчатках в сапочка здесь у нас паста спагетти и макарошки жарится курочка на гриле и она кстати в свободном доступе то есть не порционно вам накладывают а вы выбираете себе сами сколько хотите и какие хотите части за грамм рис субкиния в соусе овощи жареные пюре из супчика суп с лапшой вот такой вот сладкий кукурузный суп тоже тарелочек хватает посуды хватает перцы фаршированы голубцы написано запеканка из кабачков такие спас ты спагетти запеканка и тут снова макароны и 2 на удивление вид мяса на ужин обратите внимание стал первый а он египтянину дал фига просто потерпит на земля олег стоял первый за мясом подошел местный египтянин и он просто ему первому положил еду мелочь но неприятно неприятно и это у нас говядинка душёная соус к ней тоже есть обязательно поливайте соусом будет гораздо я удивил ножки пойду я себе брать ножки овощи салаты на удивление в отеле 4 звезды огромное количество овощей и салатов здесь на ужин они стоят вместе морковка цебуля заправлю ой вот это конусная типа тартара знаете соус обязательно полью себе салатик и баклажанная баклажанная намазочка я просто обожаю тоже возьму я реально очень холодная но надеюсь наберут ровно столько сколько можно съесть перцы салат из перцевой цибульки всего хочется взять ребята но когда голодные вы сами понимаете хватает все подряд маринована цибулька соусы а я думала это сладкое а это просто канапешки не пойму из чего они тосты вижу морковку вижу вот это что картошка в общем как-то выглядит странно из цибули синие никто это не берет но тем не менее красиво почему нет цукини перцы маринованные лаймы вы знаете наверное возьму попробовать сколько я вижу в отелях и ни разу я их не пробовала а в этот раз возьму фрукты финики очень терпкие не знаю кто их любит кто их есть просто реально сводит роды губы язык все не имеет и глава глава возьму я ее тоже люблю тарелочки в доступе здесь сладкий стол желешка что-то похоже на лимонную какую-то тарт или а-ля чизкейк бисквиты 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 и снова желешка да по сладкому на вечер на ужин не густо но как говорится и не пусто но мне кажется в обед было гораздо больше вкусняшек сладких они были аппетитнее я бы сказала все иду себе за едой и включимся немножко попозже вот по у нас столовой даже можно сказать в ресторане потому что питание нормальное в ресторане довольно таки темно друзья извините за освещение нет другого освещения давай ну давай рассказывай быстренько что мы взяли у меня курочка 1 2 3 4 лапки ножки одну секундочку вы заметили лапки в отеле 4 минус минус чуть-чуть говядины чисто так на пробу взяла пойду еще дали себе соус олега тоже самое только еще рис он добавил поковырял правда уже некрасиво это все не презентабельно но и соус я в рис добавил кстати вот и тарелочка овощей на двоих но это не все у нас глава глава и вот этот на пирог похоже валь какой-то пирог типа знаешь я говорила похода или чизкейк или какой-то тарт лимонный у меня джемисон пятнадцатилетней выдержки стаканчик а у меня двухсотлетние которое пришлось выпрашивать несколько стаканчиков да это шутка юмора ували красное вино у меня пепси-коло пепси-коло один из плюсов этого отеля не местная с бутылки именно пепси-коло потому что помнишь кинтуте лили как укола лили в кинтуте очень непонятно шо всем кто кушает приятного аппетита еще раз прошу извинения за качество потому что здесь такое освещение зато мясо просто на этого так выглядит именно лобби здесь люди интернетятся в ожидании валя будет сегодня шоу нет какой-то задание ветерней анимации ух ты класс я начал скучать по отелю 18 плюс класс конкурс или живая музыка может быть будет колонки вроде вытащили уже ладно мы сейчас идем на очень важное ответственное задание давали кормить котиками самих найдем найдем обстановочка со стороны бассейна это второй этаж столовая ресторан первый этаж лобби и ресепшен все в ожидании какой-то анимации анимация здесь проходит прямо вот я снимаю там вот видите колонки стоят и люди обе стороны бассейна сидят в ожидании у кого номера вот здесь это вообще шикарные они выходят и сразу как говорится при эффект присутствия на анимации а мы пока суть до дела пойдем искать котиков братан есть будешь так раздача пошла первый схватил убежал а вот тут вот это мамка а вот вот вон там есть вот эта кошка грудью кормит давай вот этих вот мягко говоря из дичков до оси руды пробег блин рыжий тыж везде у всех по моему хавал по моему у всех они два одинаковых а мы думали это один тоже да рыжий то вот от левые не голодные вижу конечно он ресторанчике короче чем богатый что пособирали кости всякие кусочки мяса все пособирали для котиков приятного аппетита вам покормили котиков котики довольны и пришли мы на пляж здесь народ сидит висит тусит слушает море валечка тоже он куда-то смотрит да конечно я любуюсь и наслаждаюсь прекрасными мгновениями прекрасным вечером приводит проведенного у красного моря ответь тут кафе хай тут тоже музыка играет ладно мы наслаждаемся сидим и идем посмотрим что же там чем же удивить нас animation тим так друзья в принципе как мы и предполагали что в бюджетном отеле и анимации бюджетная сейчас проходят какие-то конкурсы ну что-то там аля мисс отель или миссис отеля или там мистер против миссиса что-то типа такого сейчас мы поснимем пару кадров но нет никакого смысла снимать потому что сами понимаете что это обычный конкурс вон стоят стулья час начнут приглашать людей что-то Продолжение следует... Продолжение следует... Из-за этого, сами видели, было шуталя мистер, там миссис отель и потом были танцульки. Ну, тоже неплохо, я считаю. Это я вам хочу показать вид с нашего балкона. Вечерний вид, магазины, фонтан, люди фотографируются. И шеротон, боковой вид на шеротон. Ну, не море, но все же лучше, чем на какую-то стену, потому что в отеле есть виды еще и на стену. Так, а ну, что там у нас? Что там? Ага, склад какой-то, понятно. Понятненько. В общем, вот такой прекрасный вид. Распакивка! Но распакивки, друзья, не будет, потому что мы вырубаемся. Я выпил сегодня и кофе айс, Валечка выпила кофе айс, мы выпили по обычному кофе, я выпил редбул, но все равно просто залипаю, уже у нас в районе 11 часов, так что извините, на этом будем заканчивать наш влог вечерний, хотел сказать аликард, вечерняя ляроса. Так что да, ребяточки, день был насыщенный, пишите ваши комментарии, подписочка на инстаграм и ютуб приветствуются и мы реально будем уже с вами прощаться, потому что очень хочется спать, с вами... Подожди одну секундочку, хотел сказать, друг, про ведущие видео кто-то не видел, любите ляросы, пишите за что вы любите ляросу, кто ненавидит ляросу или там по каким-либо причинам недолюбливает, пишите тоже свои комментарии, нам очень интересно и не только нам, потому что мы в завтрашнем видео выскажем свое мнение, свое индивидуальное личное мнение про этот отель, напомню, мы его называем 4-минус-минус. Ну а с вами как всегда из Египта и Хургады были Олег и Валя и всем спокойной ночи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok